Дорогой, с вами Хиронанда. Наша жизнь здесь зависит от успеха в Лос-Анджелесе. Ты нужен. Маунт Вашингтона нужно было кто-то, кто бы занимался управлением, пока Гураджи путешествует по штатам, организуя конференции и занятия. Он привел одного из своих самых близких друзей, который был очень способным учителем. Его очень высоко ценили. Невозможно описать, насколько он помог мне продолжить мой образовательный труд в Индии и Бостоне. Он успешно управлял школой в Ранчи во время моего отсутствия в Индии. Это был друг детства из Калькутты. И, я думаю, что когда они были юношами, оба чувствовали, что их семьи не понимали их душевных устремлений. Хиронанда рассказывал, что он даже не мог медитировать в доме своих родителей. Поэтому Йогананда разрешал ему прятаться на верхнем этаже. И даже разрешал относить туда еду. В 20-е годы стали для него периодом непрекращающихся путешествий. Он посещал самые важные города Соединенных Штатов. И там люди получали первые знания о философии йоги. У Йогананды нет предшественника. Ему надо делать нечто совершенно новое, чего никто прежде не делал. Нет проторенной дороги. Уже приходили другие гуру. Свами Вивикананда, к которому Йогананда относился с большим уважением, был здесь и основал общество Веданте в 1890-е. Но он пробыл здесь всего несколько лет. Йогананда был первым важным гуру общенационального масштаба, для которого Америка стала домом. В Америке все заняты. И если они продолжат гоняться за всеми развлечениями, они потратят на это все свое время. Сила воли — это необходимое требование духовного прогресса. Йогананда определил силу воли как то, что превращает мысль в энергию. Он попросил шесть человек встать в линию, положив руки на спину стоящего впереди, образуя линию вдоль стены. Свамиджи сказал первому из них, «Положи руки на мой живот». Только слегка приподняв тело и сделав быстрое движение животом, Свамиджи запустил как катапульта все шесть человек по сцене. Он мог контролировать сердце и останавливать пульс. Врачи проверяли его пульс и говорили, «Он умирает, у него нет пульса». Но он был живым. Не верьте слепо моим словам. Применяйте эти техники и делайте свои выводы. Вот темнокожий, невысокий мистик, который приезжает из страны, о которой немногие американцы знали или читали. И он здесь лично сообщает свое послание с великой силой тем людям, которые приходят посмотреть на него. Самое важное – воздвигнуть внутреннюю церковь, где ты будешь управляющим в храме собственной души. При погружении в глубокую медитацию, происходят изменения в мозге. Исследуя мозг сканеров, мы увидели изменения в различных частях мозга, которые становятся более активными. Во время практики медитации, значительно снижается активность той области мозга, которая обычно помогает созданию понятия «Я». постепенно, подавляя активность в этой зоне, ты также подавляешь способность восприятия «Я» как нечто отличное от остального мира, и чувствуешь глубокую связь и единство всей Вселенной. Труды Йогананды очень интересны научному миру. Он приложил усилия для объединения технологии, материальных достижений, научных знаний Запада с древней духовной мудростью Востока для создания единого, общего подхода к тому, как жить на этой планете. Что-то из ряда вон выходящее произошло в Вашингтоне. Йогананда привлекает огромную публику, которую никогда прежде никто не собирал в этом городе. Конгрессмены, сенаторы, судьи. Даже президент Кулич пригласил его в Белый дом. Но Йогананду ждал неприятный сюрприз, пока он находился в Вашингтоне, который является частью консервативного юга США. Мне сообщили, что только белым людям будет позволено присутствовать на моих занятиях. Я был удивлен и не согласен с этим. Тогда я организовал афроамериканский центр Йогода, чтобы учить моих черных братьев. Космическая иллюзия всегда держит нас в ловушке нашего невежества. Движение защиты гражданских прав еще не развернулось в эти десятилетия. И, на самом деле, оно было вдохновлено революцией, которая намечалась в Индии. Многие люди не понимают, что Ганди был йогином, и что в огромном масштабе он приводил в действие такие принципы йоги, как ненасилие. Йогананда сам был открытым и красноречивым сторонником Ганди, и он устраивал конференции в Гарварде о нем и о его движении. Поэтому правительство занесло его в список людей, за которыми необходимо следить. Правительство США не доверяло всем тем, кто был связан с Индией, и особенно симпатизировало Махатма Ганди. Почему этих людей так привлекает этот языческий наставник? Что они делают за закрытыми дверями? Может, они пытаются свергнуть и наше правительство? В СМИ началась война против йоги. Разразился огромный скандал, когда узнали, что Свами Тхирананда, главный помощник Йогананды, давал частные уроки замужней женщине, и когда ее муж узнал об этом, он ворвался в Маунт-Вашингтон и устроил потасовку. Продолжили распространяться слухи и обвинения различного характера, не только касательно Йогананды, но и обо всех других Свами и учителях йоги, утверждая, что все обучение было сексуальным культом, и что они совращали американских женщин. Йогананда, как йогин, часто говорила о контроле над сексуальностью, пробудить кундалини, силу змеи, и над импульсами, то есть о самодисциплине, но часто это неправильно интерпретировалось, как нечто скандальное. Было что-то вроде паранойи со стороны мужей и тех, кто устанавливал закон, как будто мы не можем доверять нашим женщинам, когда они рядом с этими темнокожими иностранцами. Между строк считалось, что истинной проблемой было, что в это время, согласно законам смешения крови, в США было запрещено, чтобы светлокожий человек заключал брак с мужчиной или женщиной с темной кожей, и в то время смешение рас было нелегальным. Этот брак – символ разрушения барьеров между индоевропейцем с темной кожей из Индии и индоевропейкой со светлой кожей из Америки. Оу, аминь, оу. С одной стороны, североамериканцы с открытым сознанием глубоко уважали его, но его неортодоксальная точка зрения пробуждала гнев среди тех, кто был наиболее консервативным. Когда он посетил юго-восток США, проблема сильно накалилась. Свами было приказано покинуть Майами ради своей собственной безопасности. Мужья более двухсот женщин в Майами требовали «задержите индуса». Множество симпатизирующих Йогананде собрались в мэрии, и во время аудиенции сеньор Куик, шеф полиции, настаивал на том, что Йогананда попытался загипнотизировать его. Йогананду уже не приглашают взять ключ в различных городах. Его уже не приглашают держать слово на религиозных конгрессах. Я прохожу через самые суровые испытания в моей жизни. Чувствую на себе, какова способность газет к лжи. Когда Йогананда вернулся в Лос-Анджелес, окружной трибунал вынес ему оправдательный приговор, и Маунт Вашингтон был оправдан, но ущерб уже был нанесен. Плоды жизни, служение человечеству превратились в пепел из-за бездушных действий желтой прессы. Эти инциденты разразились в размолвку между Йоганандой и Тхиранандой. Тхирананда покинула организацию и организовал другую, недалеко от Маунт Вашингтон. И многие из учеников пошли с Тхиранандой, потому что Йогананда был занят в путешествиях по стране в течение последнего года. Окончательным ударом стало то, что через пару лет Тхирананда покинула орден с вами и женился на одной из своих учениц в Лос-Анджелесе. Позже он потребовал у Йогананды свою часть за проделанный вместе труд. С тяжестью сердца я направляюсь в Мексику, отсекаю все, чтобы смочь полностью посвятить себя Богу. Божественная Мать, освободи меня, позволь мне вернуться в Индию, чтобы служить тебе там, а не здесь, где горечь, боль и разочарование, и никто не слушает твое послание. Но каждый раз Божественная Мать приходит, берет меня за ухо и говорит, «Возвращайся!» Он говорил, что когда я получил ответ, я заплакал. Я знал, что мне нужно вернуться. Я знал, что Бог хотел от меня этого. Оставить все под предлогом отречения, под предлогом отречения или непривязанности, это легкий путь. Намного больше о твоей духовной целостности, говорит, способность посвятить свою жизнь Богу в джунглях цивилизации. Я люблю всех, даже тех, кто считает себя моими врагами, потому что я вижу тебя, Господи, в каждом существе. Я снова воздвигну эту организацию из праха, как я сделал это, когда приехал из Индии в 1920-м. С этой обновленной верой и твердой решимостью не оставлять попыток, даже если он будет подвергнут суровым испытаниям и захочет все бросить, он начал принимать учеников. И одной из них была я. Я пришла сюда в 1931-м, и также пришло много других молодых людей. Были люди старшего возраста, приходили люди всех возрастов. Йогананда принимал в ученики представителей всех социальных классов, успешных бизнесменов, судей, адвокатов, даже ветеранов среди журналистов. Но в начале 30-х годов началось нечто очень особенное. Маленькая, но значимая группа учеников пришла к Йогананде с просьбой быть принятыми, в монашеский орден полного отречения, чтобы полностью посвятить своей жизни следованию его учению и поиском Бога через путь практики к рие-йоге. Джеймс Линн, успешный бизнесмен, был одним из них, и он стал высоко реализованным йогином и принял монашеские обеты, как и все в группе. Итак, через Йогананду древний монашеский орден Свами из Индии пустил росток в Соединенных Штатах Америки. И тогда начались занятия. Я не знала ничего об отречении. Новые монахи принимали строгие обеты, как это делал Йогананда, касательно нестяжательства, сексуального воздержания, послушания и верности. Светским ученикам Йогананды пришлось столкнуться и с другими вызовами. Я пробыл в центре шесть или семь недель и сказал, «Гурджи, всю свою жизнь я слышал, ты не можешь и ты не должен». Это основы тех религиозных учений, о которых я слышал от членов своей семьи. Но я хочу, чтобы вы сказали мне, что я могу делать. Он меня спросил, «Ты куришь?» «Да». «Ты можешь продолжить курить?» «Казал он мне». «Ты пьешь алкоголь?» «Да», ответил я. «Ты можешь продолжить пить?» «Сказал он мне». «Ты наслаждаешься обществом противоположного пола вне брака?» «Да», подтвердил я. «Ты можешь продолжить это?» «Одну минутку», сказал я. «Вы хотите сказать, что я могу приходить на этот холл, в это хорошее место, где собрались все ваши замечательные ученики, ваши последователи, и что я могу следовать этому учению, чтобы потом пойти домой и продолжить заниматься всеми этими делами?» «Разумеется», сказал он мне, «но я не могу пообещать тебе, что если ты проявишь упорство в обучении, твое желание заниматься всем этим не исчезнет». Повторение действия создает ментальный отпечаток, который позволяет образовываться в мозгу маленьким электрическим дорожкам, в чем-то похожим на борозды на пластинке. Твоя жизнь следует по тем бороздам, которые ты сам создал в мозгу. Йогананда говорил о нервной адаптации почти за 50 лет до того, как западные врачи заинтересовались этой темой. Он говорил, что регулярная практика йоги обновляет связи в мозге, и нежелательные привычки уходят. Мы говорим не о подавлении, но о трансформации. Перенаправление. В этом состоит вся наука йоги. Перенаправление твоей энергии. Создание новых мыслительных привычек. Создание новых привычек эмоциональной жизни. Когда он пристально смотрит на тебя, он что-то меняет. Он говорил, что посмотрев на тебя, он менял структуру клеток мозга. Так оно и было. Он начал проникать в мои самые сокровенные мысли и чувства. Возможно, туда, где я когда-то совершил ошибки. Он проник на самый глубокий уровень, который я никогда не переживал прежде. И я помню, что буквально уже не мог больше терпеть. С человеческой точки зрения, с эмоциональной, мне было невозможно вынести это. У меня болела душа, и я плакал. Он подошел и крепко меня обнял. Я тебе дал свою безусловную любовь, сказал он мне. Употреби ее с пользой. Такими были его дружба и любовь, что он тебя принимал таким, какой ты есть, и давал тебе все, что ты был в состоянии принять. Субтитры создавал DimaTorzok